Ева Картер. Как спасти жизнь. Руководство по цепочке выживания. Часть первая. Сегодня может быть тот день, когда вы спасете чью-то жизнь. Представьте себе комнату, в которой находятся 50 человек. Это может быть класс, но заполненный не учениками, а людьми, которых вы знаете и о которых заботитесь. Один за другим ваши друзья и члены семьи начинают падать на пол. В конце концов только трое остаются стоять. Такова реальность остановки сердца. Без немедленной помощи выживут менее трех из пяти десяти человек. Это может случиться с кем угодно и где угодно. И в тот момент, когда это происходит, часы начинают тикать. Сердце больше не перекачивает кровь к мозгу и другим органам, лишая их кислорода. Но с помощью такого человека, как вы, целых три четверти пациентов могут получить шанс. Представьте, что 35 человек снова оживают, поднимаются с пола, отряхиваются. Повышение их шансов начинается не с врачей, а с нас. Потому что, скорее всего, именно мы окажемся рядом, когда у кого-то случится остановка сердца. На работе, в парке, дома. Дальнейшее зависит от того, насколько правильно поступит каждый из нас. Мы называем это цепочкой выживания, и она состоит из четырех звеньев. Первое звено, самое простое, но и самое важное. Нужно суметь разобраться, что у кого-то случилась остановка сердца и вызвать помощь. Первое. Если вы увидите кого-то без сознания и без признаков дыхания, позвоните 999. Каждая секунда на счету. 31 декабря 1999 года. Глава первая. Керри. Шесть минут. У меня остается шесть минут, чтобы меня поцеловали. 300 секунд и отсчет, если я не хочу закончить еще один год, давайте посмотрим правде в глаза целое тысячелетие, как единственный 17-летний подросток в Брайтоне, который никогда не целовался. Большинство девочек в сикс-форм прошли весь путь до конца. Сикс-форм. Школа двухгодичной подготовки к университетам для подростков 16-18 лет. Это видно потому, как они двигаются. Отвязно танцуют на гальке на каблуках, которые то и дело проваливаются между камешками. Неуверенные, сексуальные и... Интересно, что обрушится первым? Национальная сеть или управление воздушным движением? Говорит Тим, передавая мне банку Даймонд Уайт. Когда я подношу ее к губам, оказывается, что в ней осталась только яблочная пена. Я смотрю на небо. Тебе, наверное, не стоит так восхищаться идеей Армагеддона. Он ухмыляется. Ничего не могу с собой поделать. Мне хочется немного острых ощущений. Тебе и мне. Обоим. Знаю. Но в следующем году мы наконец-то получим свою долю. В это время, в декабре следующего года, я буду в Манчестерском университете. И, как это не кажется сейчас невозможным, велика вероятность, что к тому времени меня уже будут целовать. И, надеюсь, гораздо чаще. Перспектива, наконец, потерять девственность даже не самая волнующая в 2000 году. Потому что через год я буду учиться на врача. А Тим? Ну, если повезет, он может делать то же самое. Если проблемы миллениума не уничтожат нас, он смотрит на свои часы. Через пять минут. Тебе не кажется, что мысль о том, будто мир находится на грани катастрофы, заставляет чувствовать себя безрассудным? Глаза Тима блестят. Я вижу, как в них отражаются огни, которые зажгли на пляже Хиппи. Но дело не только в пламени. В его лице есть что-то еще. Напряженность. О, черт! Он собирается поцеловать меня. Он не должен. Может быть, это было бы не самое худшее решение, если бы мы собирались сделать это наедине и заранее договорились о деталях? Мы не один раз тренировались друг на друге делать перевязки и повязки. Так почему бы не поцеловаться? Мы оба хотим быть готовыми к тому моменту, когда это действительно будет иметь значение. Практика делает тебя совершенным. Только я не думаю, что он считает это репетицией. Этого не должно случиться. Особенно здесь, на глазах у всех. Я отступаю назад за пределы досягаемости и разрываю зрительный контакт, глядя через плечо Тима, туда, где Джоэл и его приятели устроили шумную возню в лаунсе, освещенном гирляндами выпускного вечера. Мороз превратил землю в бетон, но они, похоже, этого не замечают. Они слишком сосредоточены на том, чтобы опередить Джоэла, хотя и знают, что никогда не сумеют. Если бы Джоэл не играл, мне было бы неинтересно смотреть. Но он делает все так, что это выглядит словно танец. Он двигается в два раза быстрее остальных. Футбольный мяч всегда у его ног, словно прикрепленный какой-то скрытой силой. Вероятно, мы могли бы обвинить язычников. «Ну, знаешь, за решение, что Новый год должен наступать в декабре», — произносит Тим, начиная новый монолог. Я позволяю словам плыть ко мне, не воспринимая их. Или, полагаю, это могли быть римляне. Может быть. Я держусь достаточно далеко, чтобы он не мог дотянуться. Для Тима все должно быть ясно. Он самый умный ученик в школе, но иногда он такой же самый тупой, и я не могу позволить ему думать, что поцеловать меня — хорошая идея. Поцелуй меня. Я представляю, как говорю эти слова Джоэлу, позволив себе поверить хотя бы на мгновение, что вместо того, чтобы рассмеяться мне в лицо, он мог бы сделать так, как я прошу. Грёзы кажутся восхитительно горячей, несмотря на ночную прохладу. На лужайке Ант делает неуклюжую попытку схватить Джоэла, но падает. И вот уже Джоэл перепрыгивает через туловище своего лучшего друга, чтобы снова поразить ворота. И они оба смеются, когда он бьет по мячу, который приземляется точно посередине между двумя толстовками Гэб, положенными в качестве штанг. 6-0 в пользу Джоэла. Я про себя фиксирую счет. Но почему они не выбрали день летнего солнцестояния для празднования Нового Года? На верхней губе Тима осталось пятнышко пены от Сидра, и я собираюсь наклониться и смахнуть его, как обычно. Вот только что, если он поймет это неправильно. Я хочу, чтобы все вернулось к тому, как было с тех пор, как нам исполнилось семь. Мы носились по его и по нашему садам, и каждый вторник проверяли жизненные показатели друг друга в зале скаутов. Я ненавижу новых нас. То, как он хохочет над моими шутками, даже когда я не пытаюсь быть смешной. То, как тайком косится на меня, словно только сейчас заметил, что я женщина. Мы никогда не играли в доктора и пациента. Всегда было ясно, что мы оба станем врачами. День летнего солнцестояния стал бы лучшей вечеринкой. Приносить в жертву девственниц, жарить свиней или наоборот. Я тоже изменилась. Я так нервничаю, слушая его витиеватые монологи. Я представляю, как ухожу от него. Сбрасываю натирающие шели на шпильках, направляюсь на игровое поле, а заледеневшие травинки колются через мои колготки. В той другой реальности я прыгаю за мечом, как Бэмби. Забиваю гол. Челюсть Луизы Норман, еще недавно сжатая, но, к сожалению, не зашитая проволокой, отвисает от моей смелости, моей грации. Возможно, грация слишком амбициозна, особенно с моим послужным списком. Я согласилась бы на то, чтобы быть удивительной, быть заметной. Краем глаза я вижу, как бежит Джоэл. А потом его вдруг просто нет. Он не спотыкается, не вытягивает руку, чтобы выпрямиться или остановить падение. Он просто падает лицом вниз, с прямыми ногами. Мальчик, который упал на землю. Остальные продолжают играть. Толстый Мэтт неожиданно завладевает мечом и с криком пинает его к воротам. Я задерживаю дыхание, ожидая, когда Джоэл встанет. Это что, такая игра? Он не такой шутник, как Ант, и, конечно, не стал бы рисковать получить травму на ровном месте. До окончания школы Джоэл был единственным, кто никогда не курил и не пил. Даже сегодня вечером он прикладывался исключительно к апельсиновому соку. Теперь Ант заметил неладное. Он поворачивает назад и кричит «Давай, Джоэл, болван чертов!» и, добежав до своего друга, подталкивает его своим большим черным ботинком. Один раз, второй, в третий раз это больше похоже на удар. Джоэл по-прежнему не двигается. Ясность поражает меня, как молния. Я бросаю свою сумку мессенджер, Тим в это время разбирает сатанинское происхождение христианских ритуалов. И хотя я намеревалась не спеша направиться к Джоэлу, у моих ног, похоже, другая идея. Такое случается со мной часто и обычно приводит к неприятностям. Даже сейчас, когда я бегу по лужайке, я проклинаю себя, но не могу остановиться. Меня высмеют за это в общей комнате Сиксформ. Семь мучительных лет сохранять в тайне свою влюбленность, и теперь я собираюсь все испортить за три чертовы минуты до полуночи. Ускоряюсь, я почти на месте. Неподвижность Джоэла заставляет меня затаить дыхание. Другие мальчики кружат возле него, перекликаясь. Ант хмурится, и когда я вхожу в круг, наши глаза встречаются. Я готовлюсь к насмешкам. Он дразнил меня все школьные годы. Но вместо этого я замечаю панику. «Что с ним такое?» спрашивает Ант. «Он валяет дурака», подает голос один из парней. Я не знаю, кто именно, потому что уже опускаюсь на колени рядом с Джоэлом. Острые иголки травы протыкают мое вечернее платье и впиваются мне в колени. «Нет», — возражаю я, «это не так». Мой громкий голос удивляет всех, и меня в том числе. «Помолчи, мне нужно послушать, уловить чистоту его дыхания». Хотя я не уверена, дышит ли он вообще. ABC, азбука первой помощи, мелькает у меня в голове, придавая мне уверенность. Меня готовили к этому. ABC, аббревиатура. Airway, дыхательные пути. Breathing, дыхание. Circulation, кровообращение. Я наклоняюсь ближе к лицу Джоэла. Если он просто отключился, я должна почувствовать тепло его дыхания. Но кроме сладкого запаха апельсинового сока, ничего. Эй, дыхательные пути. Я наклоняю его подбородок, чувствуя под кончиками пальцев легкое покалывание от щетины. Я раздвигаю пальцами его губы, уже видя в нем не мальчика, которого люблю больше всего на свете, а лишь головоломку, которую нужно разгадать. Кажется, ничто не блокирует его горло. Он должен был бы дышать. Ант, нам нужно уложить его на спину. Джоэл тяжелый, мертвый груз. Но когда мы с Антом пытаемся его перевернуть, я чувствую прилив сил. Мгновение он лежит на боку, прежде чем плюхнуться на траву с мерзким шлепком. Парни вздрагивают. Осторожнее, вопит толстый Мэтт. Его ноги застрахованы на десять тысяч каждая. Я не отвечаю. В голове крутится. Его ноги ничего не стоят, если он мертв. Би. Дыхание. Его грудь неподвижна. Ничто не движется. Время замедлилось, но мои мысли стали быстрее и яснее, чем когда-либо. Я поднимаю взгляд. Один из вас должен сбегать к телефонной будке и набрать 999. Вызовите скорую помощь. Скажите им, чтобы они приезжали побыстрее. Пятеро парней стоят, разинув рты, как будто я говорю на иностранном языке. Пэдди, беги! Он пожимает плечами и ковыряет землю, как будто не уверен, стоит ли повиноваться мне и рисковать тем, что его будут дразнить в течение следующего года. Я серьезно. Отправляйся немедленно. Чтобы показать, что я серьезно отношусь к делу, я возвращаюсь к работе, прижимая длинные худые руки Джоэла по бокам. Беги! Ты, Мэтт, иди и встань у дороги. Попробуй остановить полицейскую машину. К моему и своему удивлению они подчиняются. «Тим!» — кричу я. Он пробился вперед, стаскивая толстовку с Джоэла, чтобы обнажить его грудь. Я жду, когда Тим опустится на колени рядом со мной, чтобы взять все на себя. На занятиях он всегда настойчиво стремился вмешаться. Но, подняв глаза, вижу, что он просто смотрит на меня. У меня нет времени разбираться, почему. «Си» означает кровообращение. «Я что, собираюсь сделать это?» Похоже, больше некому. «Пусть все отойдут», — говорю я Анту, придвигаясь ближе к Джоэлу. Мои колени касаются его рук. Если и были какие-то сомнения в том, что Джоэл не такой, как все мы, то его грудь тому доказательство. Она широкая, мускулистая, мужественная. В своих фантазиях я представляла, что нахожусь так близко к нему. Его темно-золотистая кожа покрыта пленкой пота. Я пытаюсь найти правильное место между его ребрами. Мои бледные руки похожи на руки маленькой девочки, а ногти обкусаны. Это было напряженное Рождество дома. Сомнение наполняет меня. Он не может умереть. В любой момент он может резко выпрямиться, рассмеяться мне в лицо. Я навсегда останусь известной как идиотка, которая влюбилась в заводилу Джоэла. Это может быть худшим решением, какое я когда-либо принимала. Но когда я смотрю вниз вдоль его туловища, я вижу темное пятно вокруг его паха, а потом чувствую резкий запах мочи и понимаю, что это не шутка. Пожалуйста, Ант, незачем на это смотреть. Убери их подальше. Эй, вы! Отодвиньтесь! Дайте девушке немного места. Я кладу правую руку поверх левой и давлю вниз. Нет, слишком осторожно. Пластиковый тренировочный манекен всегда весело подпрыгивал вверх-вниз. Ребра и мышцы Джоэла, кажется, сопротивляются мне. Я делаю это снова, сильнее. В этом нет ничего веселого. Я должна быть яростной. В третий раз, кажется, получается. Вздохи зрителей затихают, и я делаю то, чему меня учили. Настраиваюсь на свой собственный голос и считаю вслух. Один и два и три и четыре и пять и шесть и... Быстрый ритм детской песенки слониха Нелли. Это тот темп, в котором я должна давить на грудную клетку. Снова похоже на веселье. Шутники в училище обычно пытались найти самые неуместные мелодии с тем же ритмом. Я повторяю слова песни в своей голове, чтобы отвлечься от того, что я делаю. Но они настолько не кстати, что вызывают у меня отвращение. Мои руки слишком слабы для усилия, необходимого, чтобы разогнать кровь по атлетическому телу Джоэла. Это что, ребро прогнулось? Он будет весь в синяках, когда очнется. Если очнется. Это не кино. Вряд ли кто-то выживает в реальной жизни. Я нажимаю сильнее, чтобы осознание того, насколько это безнадежно, не передалось моим рукам. Есть какая-то другая песня. Another one bites the dust. Еще один повержен в прах. Песня группы Queen. Но текст этой песни еще хуже. Слишком жестоко. Слишком реально. 14, 15, 16, 17. Я понимаю, что затаило дыхание. Однако сейчас оно мне необходимо. Для него, а не для себя. Я пытаюсь вдохнуть как можно больше воздуха, чтобы отдать его Джоэлу. Пока я считаю, я составляю карту его лица, запоминая расстояние между ртом, носом и глазами. Где бы ни был Джоэл, здесь его точно нет. 28, 29, 30. Я откидываю его голову назад, гладкая кожа на шее натянутая и все еще теплая. Я зажимаю ему нос так сильно, как меня учили зажимать виниловые ноздри манекена, чтобы остановить утечку драгоценного кислорода. Опускаю голову, прижимаю свои губы к его губам. Совсем рядом, хотя с тем же успехом это могли быть мили, я слышу ликование, а затем залп. Где-то в Брайтоне взрывается фейерверк. Но вокруг Джоэла никто не разговаривает. Наступил двухтысячный год. Я чувствую вкус апельсинового сока и кашусь влево вдоль тела Джоэла. Я жду, когда его грудь поднимется, когда его легкие наполнятся моим дыханием. И я молюсь, хотя мы с Тимом подробно обсуждали это и не уверены, что Бог может существовать, чтобы этих примитивных манипуляций, которые я совершаю, несмотря ни на что, было достаточно. Субтитры сделал DimaTorzok